МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Рады вас видеть. Денис Владимирович, начнем, наверное, с вас. Когда начали реконструировать теплосеть в районе путепровода? Уже достаточно же длительный промежуток, по-моему. Да, реконструкция именно тепловых сетей у нас началась на объекте примерно 15 июня, то есть после того, как мы произвели работы по демонтажу пролетных строений на 8-пролетном путепроводе. После этого наши специалисты приступили к работам по выполнению по устройству фундаментов под опорой тепловой сети. И дополнительно мы сразу же начали отрабатывать с нашим субподрядчиком, это компания СТЭК, по закупке необходимых материалов, которые были обозначены в рамках нашего проекта, так скажем. То есть мы изначально договорились с нашим подрядчиком о том, что работы связаны с бетонированием фундаментов, с устройством стоек. Эти объемы работ забираем непосредственно мы, а всю, так скажем, технологию сварочной работы, связанной с прокладкой тепловой сети, этот весь объем отходит непосредственно уже им. Я понимаю, что компания эта достаточно известная и уже не единожды она занималась монтажом теплосетей. Александр Александрович? Да, эта компания известна, она с нами работает давно, на протяжении нескольких лет. Занимались они у нас работами по перекладке тепловых сетей, реконструкции тепловых сетей. И, в принципе, достаточно такая серьезная и хорошая компания, у нас нареканий к ней не было никогда. Я так понимаю, надежной, и вы ее считаете тоже? Да, дело в том, что данные объемы и виды работ мы, как дорожная компания строительная, сами не производим. Поэтому были вынуждены обратиться непосредственно к администрации города, к сетевой компании, чтобы нам посоветовали надежного партнера по решению данного вопроса. Как раз-таки коллегиально приняли решение, что данная организация будет идеально смотреться на этом объекте. Поэтому встретились с руководителем, обсудили все вопросы, и они согласились нам помочь в этом деле. А сколько вообще вот эти сложные работы по реконструкции теплосетей, что уже удалось сделать, в принципе, с 15 июня, да? И что еще предстоит вашему подрядчику? Ну, на мой взгляд, сложность основная заключается в том, что здесь, конечно, это не рядовые, наверное, тепловые сети, а сети магистральные, большого диаметра. Также у нас, так скажем, ограниченные стесненные условия для работы. Все это находится в непосредственной близости с железной дорогой. Приходится часть работ производить непосредственно в ночное время, во время технологических окон. Поэтому вот эти все моменты, они как бы накладывают определенный отпечаток на сложности выполнения работ. На сегодняшний день, как мы и заявляли ранее, работы идут в плановом порядке. Уже на трехпролетном путепроводе идет, как бы, так скажем, ну, на мой взгляд, финишная сборка отдельных магистралей. То есть уже соединены трубы 630-го диаметра. Непосредственно выполняются работы по подключению, так скажем, горизонтальных участков трубы 720-го диаметра к существующим сетям. Поэтому объем работ выполнен достаточно большой. Если так по этапам сказать, то стойки, опор, которые необходимы были, они выполнены в полном объеме. Горизонтальные участки, которые должны быть смонтированы, эти стойки, они уже смонтированы. Поэтому сейчас уже идет работа ближе к финишу. То есть идет непосредственное подключение старых тепловых сетей, то есть старых точек подключения к новым магистралям. А сложные работы, да, вот это вот, как ты говоришь, на самом деле? Ну, на самом деле сложные. Я бы еще добавил, все работы, которые связаны с высотой, они очень сложные. Конечно, стесненность, железная дорога, ну и магистрали. От 630-й трубы до 1620-й трубы. То есть они все-все-все разного диаметра, да? Разного диаметра, но диаметры уже большие, магистральные. Таких много у нас в городе или это вот единичное? Нет, таких у нас много. У нас порядка 200 километров магистральных тепловых сетей такого диаметра. Но вот подтверждаю, что работы, связанные с высотой, связанные с стесненными, они относятся к сложным. Какая техника используется? Какие материалы? Может, там суперсовременные какие-то? Ну, работаем, опять же, повторюсь, в рамках проектного решения. Данное проектное решение было разработано проектной организацией на основании технических условий, выданных сетевой компанией еще в начале этого года, когда производилась корректировка проектной документации. На мой взгляд, там ничего такого сверхъестественного нету с точки зрения применения материалов. То есть это современные, так скажем, технические решения. То есть металлические трубы, они идут в изоляции заводской для того, чтобы были, наверное, минимальные теплопотери. Такого сверхъестественного там ничего нет. Ну да, то есть единственное, я так поняла, что все это идет на высоте, и приходится использовать технику, которая поднимала бы эти все конструкции. Крышки, краны, все это необходимо для того, чтобы работать на высоте. Это, во-первых, и вопросы, связанные с безопасностью, то есть монтажники должны быть обучены, должны быть с привязью, должны быть иметь определенные навыки работы. То есть туда, кого попало, не поставишь. Там должны быть работать люди достаточно высокой квалификации. А вообще дорогого удовольствия перекладка? И вот за чей счет она ведется? За счет бюджета вот этого? Да, конечно, выполнение этих работ, оно финансируется за счет средств, так скажем, бюджета. Общая стоимость работ по перекладке тепловых сетей составляет 97 миллионов рублей. То есть на трехпролетном путепроводе это 51 миллион, а на восьмипролетном это 46. Мы уже сказали, что тормозит работу, и это все-таки, наверное, окна, которые выделяют. Или есть еще какие-то там загвоздки возникают, Денис Владимирович? Ну не надо прям так говорить утвердительно, что вот мы работаем в окна, исходя из этого у нас какие-то есть вопросы. Они есть, безусловно, но тем не менее, помимо данных моментов, в ходе, так скажем, изучения проектно-сметной документации, у нас кое-какие вопросы возникали. Я не буду о них говорить, это, так скажем, наши вопросы внутренние. Мы стараемся их оперативно решать и с заказчиком, и с собственником тепловых сетей, чтобы минимизировать, так скажем, возможность уйти за сроки начала отопительного сезона. И все-таки мы в любом случае подойдем к началу отопительного сезона с готовыми тепловыми сетями. Вот смотрите, вы говорите, что уже на стадии завершения. Когда планируется, может быть, закончить реконструкцию? Ну полностью, до какого времени? У нас с нашим подрядчиком, с заказчиком был составлен, так скажем, график, именно касающийся тепловых сетей, где срок окончания работ, а именно уже непосредственного испытания, запуска тепловых сетей, это 15 сентября. Поэтому у нас есть отдельные магистрали, которые будут испытываться, так скажем, гидролические испытания пройдут раньше, буквально уже, наверное, со 2-го числа начнутся отдельные ветки тепловой сети испытываться и в дальнейшем запускаться. Но комплекс работ по монтажу всех тепловых сетей, он должен быть завершен 15 сентября. — Александр Александрович, какой возраст вообще этой тепломагистрали, которая вот там, когда ее вообще прокладывали, которая там находится на путепроводе? — 22-я магистраль. Возраст ее составляет 53 года, 21-я — 48 лет. — У нас много таких магистралей, вот достаточно, ну это даже нельзя сказать, наверное, преклонного возраста, ну так приличный такой возраст. — Смотрите, срок службы тепловых сетей по нормативам составляет 30 лет. — То есть они уже свое давно как бы… — 30 лет, они, ну вообще, конечно, да, они уже свое отработали. В городе Барнауле сетей, которые старше уже 30 лет, 60%, то есть у нас 1650 километров тепловых сетей, вот 9900 километров тепловых сетей уже отработали свой срок службы. После окончания срока службы мы проводим экспертизу промбезопасности, которая позволяет нам продлевать сроки службы. То есть эксперты определяют, что состояние трубы еще удовлетворительное, и выписывается, составляется акт экспертный о продлении срока службы. Вот эти вот сети, они, вернее, однократно продлевались, потому что еще находится, металл находится еще в удовлетворительном состоянии. — А вот все изношенные сети у нас в городе, когда будут отремонтированы, ну в смысле заменены, скажем так, не отремонтированы? Потому что ремонтировать это регулярно, я так понимаю. Можно назвать какой-то срок или все-таки нет? — Ну, если мы обратимся к истории, то лет пять тому назад мы перекладывали от силы 15 км тепловых сетей. Сейчас вот в связи с заключением конституционного соглашения, соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, мы перекладываем уже, вот в прошлом году мы переложили 33 км, в этом году у нас в планах переложить 36 км тепловых сетей. Естественно, вот эти вот цифры, они не позволят в ближайшем будущем заменить все сети. Но, по крайней мере, те критичные участки, которые у нас сегодня существуют, мы меняем для того, чтобы в отопительный период у нас не было каких-то массовых, больших отключений наших потребителей. — Тут на четыре дня отключали воду, в конце августа. Я так понимаю, это тоже было связано с работами на путепроводе или нет все-таки? — Нет, эти работы не были связаны с путепроводом. У нас был составлен и подписан график гидравлических испытаний тепловых сетей, где были расписаны сроки опрессовки всех магистралей с конкретными датами. И на август было запланировано с 2 по 25 августа остановку теплоисточника ТЭЦ-3 для проведения регламентных работ на самом теплоисточнике. Мы это отключение выполнили. Теплоисточник выполнил свои работы на теплоисточнике в течение двух суток. И после этого мы начали подключать наших потребителей. Ну вот самое позднее, это поселок Южный мы подключили уже 25 числа из-за того, что большой объем. Вот в лесу мы выполняли, заменили там порядка 150 метров теплотрассы диаметром 530, большой магистральной теплосети, которая была в таком критическом состоянии. Я думаю, что это позволит нам в этом году поселок Южный... Чтобы было теплее в квартирах? Ну, чтобы не было отключений. А наступит вообще момент когда-нибудь, когда воду перестанут отключать? Мне кажется, об этом говорят уже десятилетиями. Наверное, нет, да? Такого не будет. Обратно, если обратимся к истории, года 2-3 тому назад, если вы вспомните, у нас отключения составляли по 24 дня для гидравлических испытаний. Мы нашли способ, технические возможности для того, чтобы сократить. Вот именно опрессовкой по выводам, по магистралям позволяет нам сегодня сократить сроки опрессовки в магистрали до 10 дней. Плюс отключение теплоисточника 2-3 дня, которые произошли в август. То есть с 24 дней мы ушли уже на 12-14 дней. А вообще в наших целевых показателях, в планах наших сократить сроки проведения гидравлических испытаний до 7 дней. Но, к сожалению, отказаться полностью не получится. И вот, наверное, вернемся к путепроводу, уже завершаем нашу беседу. Сколько времени вам потребуется для подачи отопления после завершения работ полностью на путепроводе, что касается теплосетей? Ну, на самом деле, не так много. Мы видим, что где-то в течение суток, ну, может быть, полутора суток мы развернем эту магистраль. То есть, получается, 15-го числа где-то вы заканчиваете полностью, да, работает, точнее, там, субподрядчик. А вы уже к тому времени... Мы планируем, что 15-го мы уже запустим ее, то есть нам отдадут ее, ну, например, 14-го. То есть, если вы слышали, Денис Владимирович сказал, что 15-го – это уже с проведением всех регламентных работ. То есть это уже демонтаж глушек, это уже заполнение тепловой сети, испытание ее. И мы планируем 15-го мы уже поставим на циркуляцию и подадим теплоноситель границы раздела, то есть фундаментом жилых зданий, где непосредственно запускать будет отопление управляющей компанией. Ну, у нас конец августа. У нас обычно когда все-таки стартует отопительный сезон? Ну, вообще традиционно отопительный сезон стартует с 20-х по, ну, там, не знаю, 25-26 сентября. В принципе, по прогнозу погоды, которую мы сегодня видим, ну, где-то так же. Я думаю, что в 20-х числах мы будем стартовать. Помешать ничто не сможет? Я думаю, что нет. А вы как считаете, Денис Владимирович? Я тоже уверен, что нам ничто уже не помешает. Это у нас все необходимые материалы и специалисты на объекте, которые в данный момент проводят работы. Есть. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А я напомню, что сегодня мы говорили с Александром Гроссом, директором филиала Барнаульской теплосетевой компании, и Денисом Попредухиным, заместителем директора Барнаульского ДСУ-4. Денисом Попредухиным, заместителем директора Барнаульского ДСУ-4.